Всем привет! Меня зовут Максим. Сегодня мы в городе Ставрополь. Сейчас достаточно часто при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов, а также на новом строительстве применяют кровли с ПВХ мембран. В связи с чем возникают вопросы у представителей эксплуатирующих организаций, а также у производителей работ, которые выполняют обслуживание данных кровель. Мы вышли на один из таких типовых домов для того, чтобы рассмотреть основные правила по эксплуатации кровель. Каждая кровель с ПВХ мембран состоит из четырех участков. Рядовой участок — это вся горизонтальная поверхность кровли, примыкание к вертикальным поверхностям, на данной кровле — это примыкание к пропетам, примыкание к веншахтам, примыкание к девшву. Элементы водосточной системы — внешний или внутренний. На данной кровле представлены элементы внешней водосточной системы. Прочие кровельные элементы — аэраторы, молниезащита, примыкание к фоновым трубам. Существуют регулярные осмотры и внеплановые осмотры. Внеплановые осмотры необходимо проводить после сильных ливней и ураганов, а также после жалоб жильцов на протечку. Регулярные осмотры или плановые осмотры необходимо проводить в течение всего года. С март по май проводится однократный осмотр, при котором необходимо уделить особое внимание карнизным свесам, фасонным элементам, металлическим рейкам, а также креплению воронок. С июня по сентябрь не менее двух раз проводится осмотр кровли, при котором оценивается состояние основного и дополнительного гидроизоляционных ковров на отсутствие трещин, механических повреждений, вздутий. С октября по ноябрь проводится однократный осмотр, при котором необходимо очистить воронки и элементы водосточной системы. И в зимний период с декабря по февраль, если есть холодный чердак, необходимо оценить температурно-влажностный режим. Дополнительно необходимо проверить наличие и состояние полиуретанового герметика на рейках, воронках и фасонных элементах. Также однократно при плановых или при неплановых осмотрах рекомендуем производить проверку качества сварных швов с помощью пробника.